Выше поднимите голову, выше, выше, вот так, чтобы видно было вас. Вот так вот. Дело в том, что у меня на работе интернет, и я с работы сейчас звоню. Ничего, все хорошо, нормально. С 10 до 7 работаю, работаю сапожником. Слушаю вас, какие-то вопросы есть или что? Сапожником работаю, да, есть вопросы. Я вам хочу помочь, знаете с чем? Значит, чтобы у вас рыбы было больше и как бы там с кормушками, потому что я вам это самое отправил. А, нет, я Володе отправил сейчас по скайпу. Ну, сейчас, видите, мы можем общаться, то я вам расскажу. Значит, нужно или возьмите, запишите, потому что запомнить вы не запомните, это очень важно. Значит, рыба такая штука, что она, мало того, что вы можете ее кормить там хлебом, там еще чем-то, картошкой или что, но ей нужно еще живой корм. Это маленькие жучки разные там такие, а их можно, это очень элементарно, у вас есть это все. Но надо будет сделать так, чтобы эти гадики, охотники не стреляли, и если будете, оно на бутылках, то они их потопят вам. А надо или пенос пласт подложить, сделать такой где-то метр на метр плотик, на него надо будет наложить где-то, ну, чтобы было сантиметров 10-15 соломы, обычной соломы, любой, трава там какая-то. Потом сделать пласт навоза, кровь его, ну, у Игоря его там, это добра добренного очень много, я только с интернета смотрел, как. Вот пласт сделать навоза, потом опять же соломы где-то сантиметров 10, и вот это, оно должно плавать. И когда оно плавает, там через время в этой соломе заводятся различные жучки, и рыба этим питается. Многие этого не знают, ну, как, они и знают, но многие не делают это, думают, а это... Ага, голова ушла вниз, половина экрана у вас пустые, поднять голову выше. Ага, вижу. Вы просто поднимите еще что-то, отстаньте или наклоните камеру. Ну, так вот, если я встану... Вот так, сейчас высоко, пониже, пониже надо, вот так, вот. Она у меня... Ладно, мы все услышим, у нас никто этим заниматься не будет. А там это элементарно делается. Нет, это нет, не элементарно. У нас все застывает, и... А, ну, сейчас застывает. У нас сейчас карась плавает, мы запустили его, а дальше только поймали, больше никакой работы нету. И при том, рыба отменная у нас. Я видел, хорошие, по 200-300 грамм у вас карасики такие нормальные. Но это... Дело в том, что оно вам, во-первых, и денег не будет ничего стоить, и труда никакого. Оно там будет себе плавать, можно взять на какой-то якорь, там даже может быть лебедь загнездится. Ничего этого мы делать не будем, не надо говорить. Дело в том, что и тут мы ничего не делаем. Карася запустили и поймали, больше ничего не делаем. Ну, я понял вас. И гальян там. Я знаю. Меня вот забрали, полторы центра вытащили сразу. Я видел, я видел. Я все ваши видео видел, мне очень понравилось. Правильно, делайте, что вылавливаете. Сетка мелкая. Но надо, вот вы, не знаю, может быть, было мое сообщение, поняли. Но вы вообще-то довольно соображаете быстро. Значит, правильно нужно сделать. Вы сделали куль, и еще сделать такое, как бы, удлинение, вроде как, типа мешка. Но там надо делать завязку, чтобы не выворачивать вот эту мотню и здесь выбирать. А прямо скуля этого в мешок просто, или там, или в балью, куда. И туда все это струсили, потом перебираете, перемываете. Это вы, в принципе, правильно поняли. Но там что получается. Видите, вы полторы центра поймали, а сетка слабенькая. Ее вообще-то, если вы видели на траллах. Я тоже моряк военный. Вы знаете? Нет? Ну, у нас с Алтая, там, с Барнаула, с Рубцовска, ищетку там ребята служили. Да, так вот, вот этот куль, надо его как-то укрепить. Или лентами завязать, просто вручную пришить, чтобы он как бы удерживал эту сетку, чтобы сетка не рвалась. Потому что очень много рыбы, и она просто под тяжестью рвется. Рвется и много уходит. Мы делали так, когда вытаскиваем, теперь линолеум подставляем, на линолеуме вытаскиваем. Я видел, ну да, легче оно вам. Вы знаете, как еще... Мы делали, как морские ловят, допустим, на сценеры, с такими обручьями, это мотня. Но здесь это не идет. Мы сделали, оно сразу завернулось, и мы снова убрали. Так, вопрос об этом не надо больше. Духовные вопросы какие-то есть у вас? О спасении души, о понимании Слова Божьего? Вы знаете, я Библию, можно сказать, не знаю. Так что для меня это, ну как бы и не ново, но тем не менее... Ну я не знаю, вот сразу говорю вам честно, чтобы вы... Я троечник, Библию не знаю, как бы... Ну пытаюсь, стараюсь вот 10 заповедей соблюдать и не нарушать. Потому что знаю, что это действительно идет свыше, высшая сила, она контролирует нас всех. И где-то шаг влево, шаг вправо, наказание, я уже это почувствовал, уже 15 или сколько лет живу в подвале. Но не сдаюсь, стараюсь, стружусь. Занятия. Так, отставим дальше разговор. Да. Занятия у нас. Три раза в неделю. Я вам сейчас, как поговорим, я скину внизу. И вы можете пристать к занятиям, и вы будете знать. Не зная Библии, вы не троечник, вы даже не двоечник, вы никакой. Совершенно никакой. Потому что книга сиада не отходит от уст своих, получается, день и ночь, дабы в точности исполнить. Мы на дорогу не выйдем, не ознакомившись с правилами движения. А это жизнь наша. Мы должны знать волю Божию, быть исполнены Духом Святым. Не просто так, я взял, да посчитал 10 заповедей, ты ни одного не исполнишь без Бога. Даже пытаться не надо. Думает сам по себе человек-то, высокомерно. А Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Не какая-то сила, энергия, а Дух Святой. Сила, энергия, это говорят еретики разные. Безбожьи, кришнаиты. Сила одна, Бог, в нем все. Святая Троица. Вы на Украине, а на Украине там больше храмов. Ходить надо в храмы. Да, больше. Но тоже такие же. Киева, Пещерская Лавра у вас. На вашей территории все это. А Дух Святой монастырь, ваша территория. Знаю. А вы в Николаеве далеко живете? Далеко. Я в Киеве живу. В Киеве? Я в самом Киеве. Да, я в самом Киеве живу. Вы на Украине в Киеве? Ну да, да, в Киеве. Я в самом Киеве. Ну в Киеве сейчас я не знаю. Но вы считать умеете? Ну конечно. Так вот в Киеве, в библиотеке национальной и парламентской. Полный комплект моих книг. Ваших книг? Ага. 38 книг там моих. Я следил за вашими всеми поездками. В Николаеве, Одессе, в основных городах, во Львове, там везде мои книги. Мы проехали Украину вдоль и поперек. Вы знаете, что сделали попы? Они же написали письмо такое хитрое. Оно в принципе ничего как бы не значит. Но они руководителям этих библиотек отправили. И что, вот перечень ваших книг не выдавать. Понимаете? Как еретически или что-то там они такое выдумали. Не выдавать, чтобы не выдавали они людям на руки. Представляете, чтобы не читали? А куда вы про это знаете? А, я смотрю видео. Я же вам говорю. Вы что думаете, зря это так говорю? Я видел. Я видел. Там пришел брат с Барнаула и говорит, что, а ваши книги мне не дают читать. А почему? И он рассказал. И я это все видел. Вы снимали. Вы думаете, что я не слежу за вами? Я слежу за вами. Очень хорошо. Все ваши новые, свежие видео я просматриваю. Вот сейчас буквально только оторвался, не мог, это самое, думаю, но все-таки как-то надо позвонить и за колорадского жука вам рассказать, как можно сделать ловушку. Не ходить вот это собирать. Там очень элементарно она делается. Это только элементарно. Мы эти способы описываем. Мы считаем. Это когда она маленькая, с 20 сантиметров. А у нас она чуть не метр, ботва. Нет, 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 все правильно. Значит, там на два ряда, на два ряда она собирает эти два ряда вместе. И там потом стоят две таких перегородочки. И она струшивает, а внизу стоит лоток с этим, с отработкой маслом, чтобы они падали и никуда не уходили. Вы прошли буквально вот эти 20 соток, вы за полчаса обошли, раз, потом через другой день еще раз. Где-то в видео было, мужик у нас, кажется, на Украине сделал такое, потому что у него много детей. Собирать этих жуков некогда. Так он придумал такое там буквально колесо от велосипеда, вилку поставил впереди. И потом сделал такие, как вот, если руку сложить, потом, ну, кисти сложить, руку развернуть и потом раздвинуть. И получается такой, как бы, захвата два. И вот оно там, буквально он на колени все это сделал. Я и так посмотрел еще, думаю, ничего себе такое, это самое. Там батюшка есть у вас в России, сделал такую лопату-копалку. Она так, как руль велосипедом, так вот переворачивается, копается, ну, я не знаю, в раз 10 быстрее, чем лопатой копать. Ну, я видел, как вы картошку копали. Ну, я, Игнатий Тихонович, я просмотрел ваше видео, мне очень нравится, очень нравится. Я тянулся к этим видео, я пересматриваю по несколько раз. И я любовь посылаю Игоря Барабашу, я смотрю, как он трудится. Я вот буквально вот этот понедельник был на кольцевании, тоже ко мне подъехал предприниматель. А я смотрю, у него бобы, ну, вот так вот лежат просто. Я говорю, слышишь, а это же? Он говорит, ну, такая техника, потерь очень много. Он убрал бобы, и я тут, ну, у него там были, воровали буквально где-то 600 тысяч тонн пшеницы там украли. В общем, там целая история. Так он сейчас переживает, так вот где-то что-то, так он подъезжает и подъехал. Я ему говорю, что так и так, а он техника сла. И я смотрю, у Игоря тоже такая же техника, не ахти как бы. Но все равно, видите, он хоть как-то. Была бы у меня возможность, я бы тоже, конечно, помог бы чем-то так, ну, я имею в виду финансово. Вы сказали, орнитологией занимаетесь, что у вас входит в это? Я кольцую, ловлю кольцую птиц, вот воробьиных в основном, ну, такие в основном, какие попадаются, там, дрозды, там, сойка может попасть. И что, как ловите, сеткой? Да, у меня сеть паутинная такая. И потом что делаете с ними? Выпускаю, как это? Я записал. А зачем ловить тогда? Ну, для того, чтобы, если где-то там я поймаю на следующий год или где-то, вот у меня там, на моей страничке есть и повторы, которые я в том году ловил, через 8 месяцев, 10 поймал синиц. Это идет учет, сколько птицы погибают, сколько переживает год, как она, как она может мигрировать. Хотя, у вас хоть как-то жаворонки есть, у нас уже хохлаты жаворонки в Киеве нету, потому что потравили. Полевых жаворонков тоже очень мало потравили, овсянку потравили, потом, что еще, зеленушка тоже очень мало, овсянок это вообще, зябликов очень мало, скворцов очень мало. Очень много птиц гибнет, вот с этими ядохимикатами, вот это, что травят, и у вас тоже там, наверное, такое же. У нас вообще в Белоруссии очень сильно, это самое, потравили, даже, ну там страшно, что творилось, именно в Белоруссии. Ну и у нас тоже, я говорил с людьми, они говорят, что да, у нас, я тут выезжаю, я не могу... Одну минуту буквально. Пожалуйста, пожалуйста. Я давно занимаюсь кольцеванием, еще когда в Советский Союз был, я очень много кольцевал, очень много, я там один, я фактически там любитель, как бы никто, ничто, но я не уступал профессионалам даже больше, чем они, кольцевал. У меня сетей очень много, я сам плету, я могу любую сеть, и рыбацкую, и ловушки, ну практически все сам. Я сделал сетевозальную машину, чтобы можно плести было, потому что очень тяжело, вы сами знаете, достать сеть непросто. Так я ее сам плел, а взять вот ирисовую нитку толстую такую, вот так руки режет, что я даже не знаю, что ей сказать. Так что я с этим делом очень связан, хорошо, и знаю все. И как ловить эти вершами, мордами, потом там рыбу эту, вот то, что вы там ловите, там такие сделанные, можно их делать из дерева, там лозы очень у вас много. Ну это вы называете ее ветла, но это разновидность вербы, их 50 видов вербы существует, ну у нас вот именно в Советском Союзе. Я считаю, что я служил в армии два с половиной года, полгода в Севастополе, на Балтийском, и так что знаю, и Атлантический океан, и Северно-Ледовитый. Прошел два океана, семь морей, вот. С Алтая очень много ребят служило у нас на флоте. Так что я вот это с этим, с, как его, тем барбосом, который ровная земля и сидит. Ну это анекдот вообще, конечно. Его бы туда, вот на море, он бы увидел. Машты, которые за горизонта торчат, а мы же, вы сами знаете, военный корабль, он не может стоять. А в океанах есть такие коридоры, как дороги, мы на них не имеем права ближе подходить. А вот из-за горизонта видно машты, как проходят. Так что земля круглая, пускай там этот товарищ, которого вы там выпроводили. Ай, так что такое дело. Я видел очень много, в Средиземном море три раза был за два с половиной года. Северный, Ледовитый, Балтику знаю. А вы живете прямо в Киеве? В подвале, да. А почему в подвале? Ну, боженька, испытание мне такое дает. Дал, послал, чтобы я вот, вы пробует меня на прочность, какой я есть. Так вы как, квартиру потеряли или как-то отняли у вас ее? Да, обманным путем. А как же такое? Ну так вот, вот так вот. Это очень больная тема, давайте лучше ее не поднимать. Да не поднимаю, я просто заботюсь, как. Ну вот так вот, да, вот. Хотя руки стоят правильно, умею топором, молотком. А почему мне поехать в деревню, какой-то домик маленький приобрести и свое хозяйство там завести? Вы знаете, вот с трех лет живешь в Киеве, считай, городской житель. Хотя вот тоже, ну, сам я, сам, понимаете. Жена не захотела со мной жить, ушла и осталась там, и сына как бы настроила. И, ну, значит, ну, я ее не виню, просто там бездуховность, конечно. Я говорю, ты ходи хоть в церковь. Она говорит, я не буду попу на новый Мерседес собирать. Я говорю, да не надо попу, ты для себя, ты к Богу иди, в церковь пойди просто помолись. Не надо эту свечку покупать, если ты не хочешь попу на новый Мерседес собирать. Но, тем не менее, она это не хочет воспринимать. Ну, это ее дело. Я хоть в церковь не хожу, но я молюсь, вот стараюсь в 4 или в 5, когда встать, вот, помолиться. Как вот мне понравилось, вы молились своими словами, своими словами, как вот. А Доманевка, село Доманевка далеко от вас? Доманевка? Даже не знаю. Но я могу посмотреть пока. Я так вот, у меня машина есть, я езжу по Киевской области, Яготынский, потом, жена у меня с Одесской области, я туда очень часто ездил. В Доманевке наш хороший знакомый живет. Доманевка, Сыхоцкий, Александр. Он бы, если бы встретились, там, может быть, какая польза была? Да, от меня польза. Я пить, я не пью. Вот. Вообще, сам парень такой, ну, если вы не прослушали, что я сделал сам сетевизуальную машину, ну, я не сам ее сделал. Я когда учился в техникуме, нам дали диплом, а я пошел писать диплом, а не писал диплом, а смотрел, как сетевизуальная машина устроена. Потом разговаривал с людьми, говорю, а как же ее сделать? Ну, мне рассказали несколько, мне много и не надо было. Я потом начал сам, это, саморазрабатывать ее. И так и сделал за год, хотя многим очень много и морочил голову. Я сейчас запишу. Доманевка, да? Да, Доманевка, село. Доманевка. Сыхоцкий, Александр Всеволодович. Первая булка, С? С, С, цыпленок. С, Сыхоцкий, вторая С. Сыхоцкий, Александр. Тут где-то у меня адрес есть, все, мы у него были там. В миссионерской поездке. Мы Украину, говорится, прошли. Я всю вашу поездку практически посмотрел аж до Клайпеды, а потом с Клайпеды вы уже в России возле завода изготовителя, там у вас что там полетел, кажется, коробка передач у вас была. Поначалу у вас генератор вышел из строя. Ну, что те бараны не могли вам любой генератор с любого какого-то Фольксвагена, там, Мерседеса взять и поставить. Ничего не подходит, даже не стали браться. Ну, конечно, там крепеж другой. Извините, я перебью. У меня был Opel Record 2.3, дизель. Я ставил с «Москвича» туда генератор, с «Москвича», обычного 412-2140, у меня был «Москвич» 2140. А там не генератор, там в моторе какая-то шестеренка передачи топлива. Она была города Ульяновска. То есть ошибка была, когда мы приехали в Нижний Новгород, они сказали, это брак, который нам поставляли. Они же с разных сторон детали получают. Ага. Ну, мы вернулись. Я смотрел, вы когда снимали, я просмотрел и главного инженера там, и этих всех, когда вот они были, я слушал очень внимательно все. Потому что у меня тоже «Волга» 31029, вот тоже капитальный ремонт сделал, тоже очень много туда денег вложил, потому что машина была убита капитально, хотя это с Донецкого обкома партии, но ее так убили, что я там и переварил и пороги, и двигатель. Практики деталей я все равно еще не имею, у меня никогда не было. Да вы гуманитарный. От вас храм далеко? Храм недалеко. О, за десятину. Я понес попу за десятину, а он на меня такими квадратными глазами смотрит, не поймет, что я от него хочу. Ну, я говорю, что это десятина, это вот я Богу, а он говорит, ну, мол, положи на стол там и это самое, но они над ней так трусились там. Конечно, это если перевести на ваши деньги, там больше 20 тысяч рублями я им принес. Ну, я собрал, сейчас тоже собираю десятину, но мне вот тут у меня батюшка есть, говорит, что, ну, мол, ты неси туда, куда ты там, мол, как бы община твоя, а я куда? Да, я не хожу в церковь, вот как-то так вот, ну, как не хожу, могу зайти, помолиться там, постоять на службе и все, и вот, ну, я же говорю, что я Библию не знаю, видите. Ну, а почему вы один-то? Чего там, никакой общины нету, чтобы вы были вместе, встречались, беседовали, встречались? Вот так вот получается, что вот один, понимаете, встречаются люди такие, вот были тут у меня евангелисты, но они так вот, как-то так вот Библию ходили, мне тут рассказывали, 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 но я что-то, потом они отошли от меня и все, и на этом дело закончилось. Не-не, евангелисты, евангелистов было только четыре, Матфея, Марк, Лука, Иоанн, остальных больше никогда не было нигде, это ложное название. Значит, это баптисты ходили тут. Ну, баптисты идут другое, а евангелистов никогда не было нигде, Бог сотворил только четырех, все. Вы знаете, я вот это думаю, что вот эту десятину, я возьму, наверное, есть у нас там на Подоле, есть баптистская такая вот церковь, у них там икон нету, вот они молятся, но у них я не видел, чтобы у них продавали что-то такое. Вот я, наверное, туда, наверное, и понесу, вот я давно, правда, там не был, вот, но там такие люди тоже не пьют, ничего. Я был в свое время, приезжал один из Америки, а у меня видеокамера большая была, и я снимал видеофильм ему, ну, чтобы он в Америку забрал, и там вот, и когда мы приезжали, я там заснимался, он спросил, разрешение можно, и можно, вот. Тоже снимал флаг, это сама Америки, так выскочили спецназовцы, нас арестовали, он пришел, объяснил, рассказал, говорит, что это я для себя, я никуда, так отпустили нас, все нормально. Так что у меня большая была, ну, небольшая, а маленькая профессиональная видеокамера, это еще на ленте. Сейчас тоже есть там, ну, на кассете, сейчас уже вот у вас цифровая там, вообще техника шагнула очень сильно вперед, но я, что, понимаете, я как-то стараюсь сейчас как бы собрать денежку, чтобы можно было бы какую-то или квартиру купить. Ну, вот на дом, как вот вы говорите, есть, я вот был в воскресенье, присматриваю, там он мне говорит, что вот недорогой, но это 100 километров от Киева. Так у вас пенсия какая, или пенсия, или что получаете? Я работаю, я работаю сапожником. А сколько вам лет? 70. 70, ну, что, пенсию разве не дают в 60 лет? Даю, дали мне пенсию, две с половиной тысячи пенсия, что такое две с половиной, да ничего, это, даже не знаю, что сказать. По нашим деньгам сколько это будет? Ну, это на три умножите. На три тысячи? Нет, это где-то около, примерно так, как вот у вас, 8 тысяч. Ну, да. Ну, вам бы, конечно, быть в деревне там, вы все знаете по сельскому хозяйству, и все можно делать было. А в воде еще там толочится-то, зачем? Знаю, знаю. Из-за подвала сырости вы здоровье потеряете. Да, сейчас вот тоже занимаюсь тут вот ногами, там вот этот, который на Ниве ездит, там вот с ногами у него, там ему надо массаж делать, ну, там надо массаж, там есть специальная такая щеточка, и растирать, разгонять, оно, конечно, ему облегчение будет. Ну, хоть будет, это отложение солей в них, ну, отложение, ну, здесь немножечко шагает дальше. В глубь его молодости, как бы, там где-то какие-то были грехи, хотя он сейчас, вот ваше общение такие, все-таки он подтягивает себя, поддерживает. Вы вот своим, ну, вот своим коллективом, которым он ходит, вот он молится, и действительно молится, я смотрю, хоть как-то он ходит, но еще ходит, правда, не может стоять, сидит чаще. Ну, я посмотрел, что вот у меня тоже такая же проблема, но эта проблема идет, желудок, там, печень, там, это, почки, оттуда растут ноги, и там, по-видимому, какой-то это самое. Ну, неправильно работает организм, идут шлаки, выбрасываются, и вот они могут в колени, потом ниже сустав, там. Есть приборы, которые можно, приборы можно работать, такой у нас суд, Жен Владимир Николаевич, вот он их разработал, я с ним очень тесно связан, вот он мне, как бы, помогает, знает мою ситуацию, очень хорошо знает. Ну, на житейские темы мне неинтересно. Да, я так и понял, что... Да, это нам не касается, я не могу не участвовать, я знаю, что в деревне надо жить, здоровая пища и все остальное. У тебя всегда работа, рядом люди, которые знают тебя, легко могут прийти помочь. А в городе, в подвале ты живешь, кто подойдет? Да, это точно. У нас как одна семья, что-то где-то случилось, вот завтра ждут, племянник приедет, у него две дочки в городе, привезти картошку, а положить у меня в подвал есть, у меня два дома, которые я выиграл процесс после освобождения из тюрьмы. Да, я смотрел, даже несколько раз пересматривал вот это видео. А вы видели, когда я был в Латвии, в том месте, где когда-то обратился? Да, 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 да. Это Клайпеда, я же знал. Нет, это не Клайпеда, это Венспенц. Нет, там рядом с Клайпедой, рядом. Венспенц, Клайпеда это Литва, а это Латвия. А, вот так. Ну там, ну вы рассказывали, когда подъезжали на пароме, там очень много вы говорили, я все прослушал, просмотрел. Ну, я только в это самое, в Палтийске был, потом в Лиепае был, там у нас просто... Я в Лиепае жил, в Лиепае я жил. Ну, там, а мы, это самое, военный корабль, мы в Доке стояли, ремонтировали. Давайте поговорим о том, вы в церковь-то никак не пропускаете, может там занятия идут. Я скину вам наши занятия, вы на занятия приходите к нам. Они сегодня только кончились, окончились сейчас вот. А, так у вас четыре часа, я смотрю, у меня здесь сейчас четыре часа, это вы где-то до трех, до полчетвертого. По-нашему в шесть, по-вашему в два, в два часа. У вас московское время? Киевское, нет. Киевское, на час разница, да. Ну, почти московское там. Ну, все на этом, давайте прощаться. Давайте. Всего хорошего, с Богом, отключайтесь. Мне приятно было вас видеть, говорить с вами. Мне хочется вам помочь, хоть консультации какой-то ваших травм. Нет, ничего не надо, у нас все налажено. Делать ничего не будем. У нас рыба сама питается подножным кормом. Мы не касаемся. Поймал ее, все, в следующий день надо еще, скажу. Мы сейчас рыбу привезли, на всю зиму, наверное, хватит. Я понял, я видел, как это. Ну, все равно вот этот корм, все-таки это ваши озера, и вы там хозяин, и вы там можете подкармливать ее, она будет просто за сезон, она у вас где-то до килограмма будет рыба нарастать. Нет, до килограмма не будет. Вон гальян, гальян и карась. Ну, гальян нет. Они скрытые, у них, мы когда вскрываем, у них жиром все оплывшее. У нас плодородная почва, там это сапропель. Примерно у нас тоже одинаковая, что у вас что? Ну, у вас кавуны растут. У вас кавуны растут, у нас не созревают. У меня был, я посаждил, так такой маленький, как вот, ну, я знаю, сантиметров 10-15 вырос, и уже мороз. Тыква, тыква? Нет, арбуз. Арбуз, арбуз. У нас большие арбузы растут. Я видел, я видел, я видел, я видел, какие это самое вам подбрасывает на копание картошки арбуз. Да. Да, мне приятно вас, это самое. И смотрю все ваши последние видео. Все, 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 все. И отъезд ваш смотрел. И кошками, как вы, это самое. Меня любят и коты, и собаки. И я люблю очень природу, очень люблю природу. Да, вот мне такой подарили 4 штуки. Это тыква или кабачковая вода. Нет, я вижу, я вижу, я вижу. Он видит, он видит. Я вижу, я вижу. Дело в том, что это кабачковая, и в Одессе называют их кабаками. У нас вот называют горбузом, вот, а это кабаки. Мне тоже 4 штуки подарили, вот это же в понедельник был в селе. И мне, я уезжал, говорит, на тебе, потому что у них очень много арбузов. Значит, мое желание вам, чтобы вы пристали. Была Библия, вы каждый день считали ее, молились, правила соблюдали, посты соблюдали. А иначе вы куда-то попадете к сектантам. Вас уже интересуют иконы. Вас в один день научат, что иконы это идолы. А они не идолы. А иконы изображения это повеление Божие. Вы все это будете знать. Сектанты и еретики, они не церковь. Они возникли уже в 17 веке. А Господь основал церковь в первом веке. Это не церковь, совершенно не церковь. Это секта, которая не называет динаминацией, конфессией. Этими двумя словами сатана прикрыл слово ересь. Есть церковь и есть ересь. Другого нет. Тут очень серьезно. Это вечная жизнь зависит от этого. Вот вы, если бы была у вас Библия, прочитали чисто 16 глава. Там были руководители еврейского народа. Дафана, Верона и Корея. Они решили отдельно церковь сделать. И Моисей сказал, что будет они живьем в ад все провалились. С шатрами, с женами, с детьми, со скотиной. А это их последователи. Папписянки, пиписянки, адвентисты седьмого дня. Все. У вас много там разных ересей. Тут Абгалида. Это как зараза какая. Всех этих еретиков принимает и сюда гонит. Ваших много священников у нас толстобордые такие. Срамота одна. Да, есть такое. Да и у вас тоже не меньше таких. Наши резко отличаются от них. Наши священники с бородами. Я был вот в семье, и туда пришли две женщины. Я не знал, а потом так вот слышу, голоса такие тонкие. Я говорю, слышишь, они случайно в церковь, в певчую не входят. Да, входят, они поют в хоре. Вот. И они рассказали, что умерла там какая-то знакомая, как они позвали с российского патриархата батюшку. Он пришел, за 10 минут отпел, и все, и взял 3 тысячи гривен. Это, считай, 6 тысяч рублей или 7 тысяч рублей на ваши деньги. Он бы не взял, если не дали. Это вы же отдали. А раздали, разговаривать не о чем. Он сказал, ну, они спросили, а сколько, мол, он сказал, что 3 тысячи, мол. Ну, 3 тысячи, да и 3 тысячи. Зазвали тогда, вот зазвали, а теперь его осуждали. Да, ну, это, они из, там кто-то умер с другого села. А с этого села, которого они там говорят, что батюшка наш вот пришел, отпел, говорит, на кладбище там, в общем, где-то часа 2 или 3, сколько там он. Ну, там они что-то, конечно, дали, какие-то средства там. И все, и больше на этом не было разговаривания. Ну, у меня тут вот тоже батюшка ездит, ходит. Да не надо батюшку, сами помолились бы, языком бы не числа. Сами помолились. Если он верующий. А не верующий, никакие попы не помогут. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Иван Гелетиана, 3 глава, 36 стих. Ага. Вот так вот. Так, все, давайте прощаемся. До свидания. Да, до свидания. Всего хорошего, я сейчас вам скину материал. Ха-ха.